I have ways of blowing things off. Ну, как я и предполагал, что мы сейчас опять, как вы понимаете, находимся у големов, и я тут пропустил просто кучу всего, потому что, не знаю, это была какая-то черная цыганская магия, я тут бегал по кругу, не мог ничего найти и всякое такое, поэтому уж извините, но я скачал карту, тупо скачал карту этой местности и наконец-то до меня дошло. Значит, почему мы начинаем вообще здесь? Прибежал я сюда, пошел, полазил по нижней части карты, все вроде хорошо, нормально, вот, вот тут находится гробница, в гробнице мы уже были, как вы понимаете, она у нас находится вот здесь. Пришел я такой в эту гробницу, думаю посидеть, посмотреть, а там лазит скелет, вот этот вот скелетец, причем мы в этой гробнице уже 100% были, потому что здесь где-то есть трупак одного рептилоида, которого я завалил, и тут мы находили тяжелое оружие, всякое такое, в гробнице мы точно были. Вот, вот как раз вещи, которые мы скидывали, вот собственно трупа криптилоида, вот великий меч, тут палаш, не палаш этот, бердыш, короче не бердыш, а полекс, полекс точно. Вот, я такой прихожу сюда, а тут лазит скелет, но скелет был очень необычный, нет, на самом деле скелет был обычный, просто он был с одноручным оружием и щитом. И щит у него был вот этот вот круглый, его я и забрал, то есть мне пришлось выкинуть вот эту мою старую кираску, потому что я пришел к выводу, что я уже не буду одевать. Эту кираску я выкинул, забрал у него круглый щит, и этот щит был физически по покрытию меньше, чем мой длинный, тот геральдический, но у него был лучше импульс и меньше неудобства. Потом я пришел сюда, и тут вот эта дверь оказалась закрытой, я такой, опа, пройду-ка я здесь, дверь оказалась закрыта, я здесь прошел, вот опять я по этой лавочке пробежался, и тут на меня выбежал вот этот чувак с молотком, это молоток, да, боевой молот, и вот этим вот щитом. Вот эти щиты, они абсолютно одинаковые по своему соотношению, только треугольный щит, он чуть-чуть тяжелее, как вы видите, у него шкала веса смещена чуточку, вот, и он, у него больше покрытия, поэтому у меня сейчас он стоит на втором оружии, я хотел вас спросить, стоит ли мне отходить с вот этим круглым щитом, но вот этот щит я сейчас задел, у него очень такое неплохое покрытие, хороший импульс, хороший вес, круглый я почему-то оставил до сих пор у себя, вот, и в общем-то с вот этим чуваком мне пришлось подраться, вообще с чуваками со щитами драться довольно-таки сложно, но как вы видите, я их ушатал, меня никто не убил, и поэтому тут я не могу сказать, что вы что-то упустили, ну, вы упустили вот эту драку, драка со скелетом была такая себе, к тому же там была территория, в которой мы уже были, вот эта вот драка была довольно-таки прикольная, но уж извините, я не ожидал, что он здесь будет, вот, после этого я решил, что стоп, надо остановиться, и дальше мы с вами будем уже идти вместе, поэтому, ну, это новая территория, поскольку дверь была открыта, и тут появился чувак, и всякое такое, это явно новая территория, поэтому сейчас мы с вами двигаемся дальше, у меня рядышком со мной на телефоне лежит открытая карта, о, вот тут и двери закрыты, так, а где это я, ага, это я вот здесь, хорошо, давайте обыскивать, эта комната вроде как тупиковая, знаете, что интересно, так, раз, два, три, четыре, это вот это вот цельное, нет, ребят, то, что вы мне говорили, то, что я не смотрю на картинки того, что я открываю, я открываю по три раза, я прекрасно вижу, что я открываю это по два, по три раза, просто мой внутренний перфекционист хочет убедиться, что я точно открыл то, что надо, на самом деле я осознаю, что некоторые вещи я открываю по два раза, например, вот нижняя тумбочка, вот верхняя тумбочка, фух, и вроде все нормально, я бы не против, был бы обнаружить здесь что-нибудь, знаете, ну так, для разнообразия, что интересно, я пошел посмотреть, когда я пошел искать карты, я нашел оригинальную стимовскую страничку по картам, в которых были карты, соответственно, первого, второго, третьего, четвертого этажей, потом, четвертый этаж, это там, где яма, напомню, там, где Чубака и яма, потом была карта пятого этажа, пятый этаж называется джанкшн, перекресток, хорошо, назвать это этажами неверно, уровни, блин, тут столик, на этом столике ничего нету, вот, просто до этого прохождение было относительно, относительно, относительно линейным, то есть были этажи, были бонусные уровни, сейчас у нас после перекрестка реально иди куда хоти, вот, можно туда, можно сюда, и тут без карты играть реально тяжело, это то, что я вам говорил в прошлый раз, я очень сильно заманался играть без карты, я устал от этого, и поэтому уж извините, но придется. Так, это тупиковый у нас лок, а, да, я ожидал, что что-то будет, очень печаль, что здесь ничего нету. Я сейчас, кстати, возможно, буду играть, одним, просто одним глазом, это, я не могу вывести эту карту на экран, как вы понимаете, поэтому мне придется ее осматривать с телефона. Стоп, а эту, а, стоп, ну да, 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 тут есть маленькая круглая комнатка, вот она, вот она, вот она, хорошо, я чуть не упустил ее, так, это у нас подшлемник, который у нас уже, в принципе, имеется все нормально, тумбочка, тумбочка, вот видите, вот это и вот это, это одно и то же, я это прекрасно понимаю, но иногда мне для своего собственного спокойствия проще прокликнуть два раза, а то иногда и три, можете это называть моей внутренней паранойи. Так, хорошо, полочки пустые, тумбочки пустые, на самом деле этот уровень меня именно вот этим вот и огорчает, тут очень много таких мест, куда ты заходишь и думаешь, ну здесь-то наверняка что-то будет, а фиг, просто фиг, поэтому вот, вот это все место, смотрите, здесь вот тупичок, вот тупичок, всего-всего-всего, куча всего, а там только подшлемничек лежит и больше нифигища. Так, ладно, это, это место у нас было тупиковым, теперь мы можем пойти вот сюда. О-о-о! Валим-валим-валим, как-то... Надо подходить. Ах ты ж! Так, отходим, отходим, отходим. Врываемся. Он, он пытается разорвать дистанцию, я его понимаю, это его единственный способ. О-о-о! Я тебя не вижу, иди сюда. Так, надо пробовать как-то с замахом это все делать, стоп. Вроде как удар... Есть, удалось его ударить хорошенько. С чем ты был-то? Копье, прям натуральное копье, баланс очень хороший, проникающий очень хороший. То есть то, что он им махал, конечно, круто, но он должен был им больше тыкать, хотя он пытался, честно сказать. Смотрите еще какая штука, вот мы снимаем с него кирасу. Это скелет. Вот этот вот парень. Мы с него сняли кирасу и всякое такое. Он не скелет, он такой недогнивший, недоразложившийся чувак. То есть тут есть и такие, и такие. Хорошо. Да, он из этого коридорчика у нас притопал. Нам вроде как туда. Пойдемте. Так, у нас коридорчик. Этот коридорчик, по идее, должен нас привести... Так, тут сейчас будут снизу закрытые комнатки, по которым нам обязательно нужно пошариться. Закрытые не в том смысле, что там двери закрыты, а в смысле, что из них нет никаких проходов. То есть можно туда спокойно заходить. Там может быть какой-то или Лутецкий, или еще что-то. Поэтому... Ну, я на это крайне надеюсь. Они выглядят очень многообещающе. Я здесь явно не был. Компас. Да, видите, вот это то же самое. Я его открываю два раза, и там компас. Хорошо, здесь просто бутылечек. Бутылочка давно испарилась. Хорошо. Моя твоя, понимать. Что-нибудь еще интересненькое здесь будет? Вот сундучки, например. О! О! А вот это нужно. Кстати, а наш камень еще... Мне кажется, ли он тускнеет? Смотрите, он тускнеет! Офигеть! Меч высасывает из него энергию. Я вот это раньше не замечал. А мне теперь ждать пока... О! Миночку-миночку-миночку. Ребят, вот на этом месте, когда камень выглядит вот так. Он выглядит потухшим. Он выглядит потухшим. Кристалл... Стоп! Ну-ка что? Сияющий! Зеленым свечением! Сияющий! Но видите, он выглядит уже вот таким вот тухлым, грубо говоря. То есть, посмотрите на этот кристалл и посмотрите на этот кристалл. Хорошо. Вот это... Хорошо, 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 хорошо. Давайте так. Кристаллы, которые... Ну, они тупо батарейка, да, я так понимаю? Когда они заканчивают свое действие, они исчезают, рассыпаются, разлагаются? Или же они просто становятся пустыми, и мне нужно их вручную вытаскивать и ставить новый? Вот этот момент очень важен, ребят. Так что скажите, пожалуйста, чего мне ожидать? А то я буду ходить, например, с... И опять же, начнет ли меч затупливаться после того, как кристалл сядет? Вот это интересная еще тема. Кто знает, напишите, скажите, пожалуйста, я был бы не против узнать такую инфу, потому что, ну, посмотреть карту это одно, а идти и гуглить вики по этой игре это совершенно другое. Итак. Продолжаем наш поход по комнаткам. Их вроде как 4 должно быть, сейчас посмотрим. Ладно. Хоть что-то полезное мы нашли. Кристальчик. Так. Вот эти 4, это было одно и то же. Сундук. Будь что-то полезное. Карту дай мне. О-о-о-о! Твою за ногу! Вот это шлемчик! Вот это кастрюлька! Ёлки-палки! Она же прям крутая. Но фишка-то в том, что, да, оно очень крутое, очень классное. Но я ж нифига в нем видеть не буду. Ха-ха-ха. Знаете что, я его, наверное, возьму. А, кстати, раз вот эти щиты... Ладно, я все-таки дождусь вашего совета, с каким щитом лучше остаться, как по мне. Как по мне. Лучше остаться с треугольным щитом и круглый выкинуть. Но... Опять же, что я могу знать? То есть, возможно, именно форма щита... Ну, вы всегда говорите, выбирай щит, который побольше. Тупо смотри на величину щита, и будет все нормально. Треугольный побольше, как вы понимаете. Так. Печать и свеча. Печать говорит нам о том, что здесь сидели какие-то, может быть, клерки. Карта! У-у-у! Ха-ха-ха! Я нашел эту карту. Знаете, значит... Все почти честно. Почти. Почти. Я же не говорю полностью. Просто без скачанной карты я бы не нашел эту. Серьезно, у меня не хватает места взять карту? Тогда до свидания круглый щит. Извини, но... На этом нам придется расстаться. Так, кесет. Я бы, на самом деле, взял бы, наверное, кесетик, сложить туда монетки. А еще я думаю, что я круглый щит просто вот так вот сверху положу, чтобы видеть, что он здесь. Хорошо. Теперь мы можем видеть карту, которая не у меня на телефоне, которая аутентичная, нормальная. Сколько у нас прошло? 10 минут серии. Мы сейчас находимся вот здесь. Вот в этой вот второй комнатке. То есть... Вот коридорчик, кстати, он тут был замазан. Прикольно. Вот здесь мы прошли. Первую комнатку зашли. Вторую. Сейчас мы пойдем в третью. И в четвертую. Потом карту я... Потом карту я опять открою. Опять мы посмотрим, как и что, и где. Хорошо. По крайней мере, здесь я теперь могу вам показывать, как я ориентируюсь и всякое такое. Это хорошо. Это прикольно. Так, здесь еще один сундучара. Еще один сундучара. И в нем... И в нем... Латные поножи. Шелковая рубашка. В нем, конечно, неплохие вещи, но для нас они абсолютно бесполезны. Тобуреточку мы сейчас уберем, чтобы не спотыкнуться об нее. Вы же знаете, это самые опасные предметы. Так, печать и печать. Печать и печать. Тут у нас капушончик. Подшлемничок. Вроде как все хорошо, нормально. Дорого-богато. Так, ладно. Дуем дальше. Вот этой вот карты мне реально очень сильно не хватало. Так вот, кстати, о чем я вам начал говорить, да потихонечку не договорил. Карты, которые я нашел на стимовском форуме. Они первого, второго, третьего, четвертого этажей. Потом перекресток, который, собственно, пятый уровень. Канализация. Там не было карты два с половиной, куда мы с вами ходили. Подземное кладбище. Это мне интересно показалось. Коробочка. Коробочку, наверное, надо бы взять. Куртка. Да, вроде мне не надо куртка. Пустую коробочку я, наверное, возьму, что ли. Мало ли что придется складывать. Тут у нас еще карты Таро. Серьезно. А зачем? А зачем они мне? То есть у меня есть уже пачка. Ладно, пусть будет вторая пачка. Максимум выкину. Это уже второй раз попадается. Имеет ли это какой-то сакральный смысл? О, еще одна батареечка. Хорошо. Просто эти камни теперь воспринимаются исключительно как батарейки. Помещаются в коробочку. Ой, ты мой молодец. Что мне с этими камнями делать? Вообще, стоит ли с ними возиться? Ребят, скажите, пожалуйста, вот эти драгоценности. Я их так-то собираю, все дела. Но что мне с ними делать? Торговцев я здесь не вижу. Какого-то физического, практического применения этим камням я тоже не вижу. Те камни, которые не батарейки, которые круглые. Стоит ли мне их с собой таскать? И что мне с ними делать? И вообще, что происходит? Так, хорошо. Карта. Теперь у нас есть вот эти вот комнаты. Средние, так скажем. Так, вот это я пока закрою. Вот так вот мы пока сделаем. Я сейчас выхожу из четвертой, да? Из четвертой. Тут должен был быть вход посередине, а он и есть. Это будет комнатка с колонной. И тут будет вход в эту комнату. Что за звуки? А, это электрическая ловушка вот эта за стеной. Я думаю, что за звуки? Тут это явно просто комнатка для того, чтобы накатить по рюмочке. Да, смотрите, круглый столик, бочонки, чарочки и все дела. Возможно, это то место, где эти самые клерки потом отдыхали, расслабляли все дела. Возможно, какой-то столб, ну не столб переговоров. Это было бы, наверное, слишком круто для такой вещи. Но, в общем, место, где люди могли расслабиться после долгого трудового дня. Возможно, кстати, это обычная столовка, знаете, как в офисах есть? Там сидишь такой, работаешь, работаешь, потом пошел в столовку. Потому что вот туалеты. Ну, там же ж ничего не может быть, правильно? Ай-я! Зачем я карту-то закрыл? На самом деле, мне бы, наверное, сейчас было бы чуть-чуть поудобнее ходить с картой на телефоне. Но тогда, во-первых, вы не будете видеть карту. Во-вторых, так оно как-то вроде более аутентично, если это слово здесь уместно. Хорошо. Теперь здесь у нас... Говорят... Извините, пожалуйста, а как я дотянулся сейчас до этого выключателя, не подскажете мне? То есть, когда я зашел, у меня было полное ощущение, что мне придется сейчас с собственной кровью. Тут какой-то... Стоп. Если здесь есть электричество... Вот этот выключатель, мы сейчас находимся вот в этой комнатке, он отвечает за электричество вот в этом коридоре. Если что. Вот. И мы как раз его выключили здесь. Мне подсказывали, как сюда добраться, но... Я потом, когда искал карту, я понял, что еще по карте, где это находится. Поэтому... Уж извиняйте некоторые вещи. Также, кстати, ребят, я понял, исходя из карты, из описания, из всего... Ну, зачем ты закрываешься? Ну, я же только зашел, ну, что ты... Что этот уровень у нас... Как бы, ну, если не последний, то... Почти последний или всякое такое. Потому что на этом уровне у нас находится босс. Да-да-да. Вот. Все эти големы, которые здесь, это неспроста. И здесь находится голем-босс. Вот. Также... Сейчас, секунду. Да, давайте я открою сундучок. У-у-у, здесь черпятки. Латные рукавички. Они у нас... Даже получше вот этих, прикиньте. Пара... Мне показалось, там кто-то ходит. Да, я вот эти рукавички с собой ношу как лучшие, но, пожалуй, вот эти будут даже получше, потому что они качество получше. Смотрите, они прям офигительные. И удобство у них гораздо лучше. Единственное, почему я их не могу одеть, потому что есть вот эти вот наручи. И если я одену вот эти рукавички, то наручи у меня улетят, у меня руки останутся практически без защиты. Мне нужно найти какие-то альтернативные наручи под этот сет, или хотя бы совместимые с этим сетом. И тогда все будет просто зафигись. Так, теперь, одну секунду, ребят. Продолжаем. Я что хотел проверить? Я все-таки посмотрел еще карту у себя на телефоне, на секундочку. Там она идет просто с... Хочу ли я туда входить? Хочу ли я туда входить? Эта комнатка маленькая, закрытая. Я не знаю, что там и кто там. Давайте... Ее кто-то подпер. А-а-а... А, черт с тобой. Если этот чувак меня убьет, это будет печально. Но мне интересно, что там... Зайди! Ну-ка... Ну, вроде ему проходит какой-то урон. Блин, и мне какой-то урон проходит. Да нормально, вроде. Он так заперт просто был, как какой-то особо опасный... Чувак, я уже не знаю, что с тобой. Что у тебя за маска? Маска, кстати, очень интересная. С гнездом! Странная стальная маска. Маска мне изначально показалась очень странной. Очень странной. Не-не-не, погодите, ребята, это все не просто так. Маска с гнездом. Ну да, естественно, она мне дает потемнение в глазах. Хорошо. Что за гнездо? Ой, блин, не то коробочку открыл. Давайте экспериментировать. Что оно делает и что оно дает. Если я туда поставлю синий. У него, кстати, в гнезде был пустой камушек. Наверное, это... ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ! А это как? А вытащить я могу? Могу. ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ! Ну-ка, давайте сюда красный вставим. Интересно, что меняется, что нет. Блин, ну и, кстати, отрежущего очень круто. Я пока к нему складываю, потому что я не уверен, что у меня в инвентаре есть что-нибудь. Давайте зеленый поставлю. Зеленый у нас пока что работал. А-а-а... Че-то я пока не до конца пойму, как это все действует. Так, камушки давай сложим. Маску я, наверное, возьму с собой. А, сюда она, кстати, не вмещается. Вот я коробочку сюда не зря взял вторую. Давай сюда положу черный кристалл. А-а-а, что мне с этой маской-то делать? Я одену пока свой шлем. Я не вижу пока какого-то эффекта, что она делает. А-а-а... Ну, то есть на мече пошел урон. Это понятно. А-а-а... А-а-а... Смотрите, слабым зеленым свечением. А этот у нас... Сияющий зеленым свечением. Слабым зеленым свечением. А-а-а-а-а-а... А-а-а-а... Я с собой уже два левых скворечника таскаю. Посмотрим, насколько оно мне нужно. Вот. Вроде как у него больше ничего такого нету, да? Тело. Я ожидал бы записки. Может, записка будет внутри? Все-таки чувака явно заперли там. Ха! Явно заперли. Значит, он был опасен еще тогда. Возможно, он начал мутировать раньше других. Или... Уж я не знаю. Дайте мне какую-то... О, да, записка есть. Хорошо, хоть так. Ха! Так, старый... Старый свиток! Да, ребята, что говорили. Есть свитки, есть старые свитки. Старые свитки это то, что случилось довольно давно. Группа, должно быть, осталась в укрытии. И как только почти все наши ушли, они совершили набег на оружейную. Думаю, они убили офицера, чтобы получить доступ. Многие были убиты, но наши попытки остановить их... Остановить их были, в конечном счете, тщетными. Меня заперли в этой комнате и заблокировали дверь. Они не видели, что я ношу маску. Блин! Ну все равно, что к этой маске-то что-то сводится. Они не видели, что я ношу маску. Что эта маска дает? Эй! А возможно ли, что маска дает универсальный проход через все двери? А, ребят! Как вам такая идея? Возможно ли, что маска дает универсальный проход через все двери? Они не видели, что я ношу маску. Это имеется ввиду, возможно, если бы они заметили маску, они бы забрали эту маску для того, чтобы беспроблемно пройти в арсенал. Их, скорее всего, убивали големы, я так понимаю, да? Хотя, с другой стороны, они убили офицера. Значит, пришли кто-то. Отсюда начали уходить люди. Видимо, была какая-то банда, кого-то, кто планировал совершить набег на арсенал. И они ждали подходящего момента. Так, хорошо, старый свиток. Прошло уже довольно много времени. Не знаю, сколько. Думаю, никто не придет за мной. Остальные все мертвы. Эта маска будет поддерживать меня в течение некоторого времени. Но, боюсь, только продлит мои страдания. Стоп! Стоп, 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 стоп! Секунду, маска будет поддерживать меня в течение некоторого времени. Погодите. Маска. Где черный кристалл? Я не знаю. Кстати, первый раз вижу черный кристалл. Но она изначально была с ним. Теперь, на секундочку. Одеваем. И смотрим на наши жизни. Уж не лечит ли она меня каким-то образом? Очень бы этого хотелось. Я вижу, что уровень прибежал. У меня там оставалось совсем капельку. Так. Нет, жизни она меня не восстанавливает. Я думаю, возможно... Возможно, она будет восстанавливать желтую полоску. Или она работает с другим камнем. Давайте я еще раз проверю на всякий случай. Так. Коробочки сюда. Может ли быть такое, что маска меня восстанавливает? Минутку, минутку, минутку. Это сейчас мое воображение играет со мной? Или у меня реально жизни потихонечку лечатся? Потому что... Мне просто хочется в это верить. Но, по-моему, такого же не может быть, да? Я вот специально курсор оставил. Посмотреть, насколько это реально. Вроде нет. Опять же, черный кристалл. Черный кристалл, черный кристалл. Ну, давайте я поставлю желтый кристалл. Нет. Ничего не происходит. Если ее снять... Ну, это, наверное, не снимается. Так я понял. На самом деле, мне очень хочется верить, что маска меня вылечит. Но, по-моему, этого не происходит. Надо будет потом посмотреть на записи. Потому что сейчас я не уверен, что происходит. Давайте пока левел выберем. И заодно... Может быть, давайте зеленый или синий поставим. Я не знаю. Будем сейчас смотреть, какой эффект будет, не будет. Так, тут у нас что было? Контратака, резкий ответный после блокирования. Носите с вами громоздкие щиты. Да-да-да-да-да-да-да-да. У нас остался один-единственный синхронность. Прикрывайте щитом, даже начиная собственную атаку. Вот это вот мне нужно стопудово. Потому что у меня есть неплохой щит. Я туда второй вот этот клинок поставил. Из двойных клинков. Возможно, мне стоит, наверное, по-другому поступить. Мне, возможно, стоит взять костяной меч в одну руку и щит в другую руку. И ходить вот таким образом. А двойные мечи сделать себе туда. Ну, да. Ну, хорошо. Я-то не знаю. Нет, жизни у меня все-таки не прибавляются. Как бы мне этого не хотелось. Вот, в общем-то, у меня была изначальная теория, что маска... Сияющая зеленым. Видите, они, кстати, не все равномерно сияют. Так, а если... Дайди сюда уже. Если я вот так сделаю... Ёлки-палки, она меня лечит! Я теперь это даже вижу невооруженным взглядом. Все, 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 все. Я все понял. Хорошо. Теперь я, к тому же, понял еще то, что... Ну, как батарейка у нас используются только зеленые кристаллы. Зеленый кристалл у нас активировал меч. И зеленый кристалл у нас активировал маску. А почему черный кристалл? Черный это потому что... Потому что, возможно, он пустой. Знаете, что я думаю? Да. Черный, потому что, возможно, он просто пустой. Потому что чувак его весь использовал. И у него села батарейка. Да, эта штука меня полностью залечила Офигеть И смотрите, сколько она энергии из него выжрала Из этого кристалла Сияющий с зеленым свечением Смотрите, этот кристалл стал почти что пустым То есть, да, эта маска нас вылечила Но у нас осталось два зелененьких кристалла Полтора практически Эта маска выжрала все, что там было Давайте я одену наш всевидящий горшок опять Так, это хорошие новости и это плохие новости Хорошие, что мы можем лечиться без зельки И это просто офигительно А плохие, что она очень сильно жрет энергию Очень сильно жрет энергию Просто как не в себя Так, тут у нас баночки Тут у нас уголечек Больше ничего Вот это, блин, просто, знаете, находка очень крутая, конечно Комната, кстати, тупиковая Я что, до сих пор Прийти в себя не могу Минутку, погодите Я не ожидал такого артефакта Так Теперь, по идее По идее Если мы пойдем Вот сюда То мы выйдем Вот эти двери каким-то образом Я не заметил Я уже не знаю почему Дверь с двумя этими А я же здесь проходил Я здесь пробегал Я это место точно знаю Я вот тут вот пробегал Я вот эти двери в упор не заметил Очень печально Ну, то есть, я не знаю почему Но этот этаж на меня оказывает Какое-то такое подавляющее влияние Так, хорошо Хорошо Значит А что это значит? Это значит, что я сейчас вот здесь Вот это вот Вот здесь находится Полуоткрытая дверь Я это узнаю по вот этому Перешейку Вот эта полуоткрытая дверь С тремя Лентами Она нас выведет обратно На уровень к Чубаке Потому она полуоткрытая Туда можно выйти Это будет выход обратно Аж на четвертую локу Туда нам не надо Где у нас находятся еще Двери С тремя Ага Вот здесь И вот здесь Значит Дверь с тремя лентами У нас находится вот здесь То есть, мы сейчас Вот тут Можно пойти сюда Вот это все я облазил Насколько я помню Вот тут находится дверь с тремя Я их нашел Вот одна была здесь Другая была здесь Третью я не нашел Зачем я карту закрыл? Не знаю Третью я не нашел Потому что она банально Находится за электрическим Переключателем И туда мы сейчас пойдем И за ней находится Просто босс То есть Вот у нас Вот это вот Лока с Электрошокером Которая была Ну там был пробит Кабель Так уж скажем Хорошо Сейчас мы через это все Проходим Ох блин Тут темень Вот это вот место У нас было под напряжением Я так понимаю Проход будет На Направо и налево Куда я сначала хочу Минуточку Карта находится вот так Если я пойду сюда Это будет вот эта лока Сейчас я секундочку Она там внизу заляпана Уж извините Я все таки сверюсь Аааа Говорят что теоретически Говорят что теоретически Это проход На следующую локацию Если бы она существовала Кстати может быть она и существует Давайте сходим посмотрим Тут у нас будет длинный коридор По идее пустой Наверное Тут могут быть Кстати любые уже Обитатели Могут быть скелеты Может быть что угодно Теперь нам надо Пойти вот сюда А тут Ааа Тут закрытая дверь Ха Это прикольно Тогда Тогда мы туда Пока не можем пойти Но я так понимаю Что возможно Или мы ключ найдем Или нам реально туда не надо Так Здесь дверь с глазом Ну глаз у нас вроде как есть Все нормально Знаете Нет Я конечно очень рад Что Маска Все дела О привет Как я увернулся Ааа Отходи Ай Офига себе Но блин Он меня в клинче держит Своей пикой Вот этой гребаной Нет Уйди Он меня тупо не подпускает Смотрите Смотрите Мне удается ему Навешать чуток Но он мне отвечает Хорошо Ладно Фух Чувак Что у тебя было У тебя была кераска У тебя были поножи Ничего такого необычного Ну и Копье Да Ха Встретил меня Хорошо Это мы сейчас Эээ В Вот в этом зале Да Да Хорошо Мы входим сейчас в большое помещение Тут будет направо Налево И вверх Все Я понял Тут кто-то еще есть Нет это цех сбора тут собирали собирают этих василей блин это сбор големов здесь происходит то есть но наверное тут подгоняют эти металлические части а потом какой-нибудь я не думаю что они целиком механические я думаю что их какой-то магии скрепляют вместе дайте мне теперь кучу камушков теперь мне прямо хочется теперь я вижу смысл в этих камушках так так крики разные а ты у нас просто двигаешься но не обозначаешься да это голова прикольно да смотрите это голову этих ребят зачем я снял я не знаю запчасти вот отсюда брали верхнюю часть с нагрудником с головой с головой вообще дружишь такой это у нас у нас у нас цех сбора эти ящики кстати не открываются не открываются хорошо хорошо я вас понял наверное ну-ка чё тут интересненького а кристалл крупный кристалл ярко сияющий голубым крупный укрепленный так ты у нас дружище идешь сюда блин на самом деле если зеленые работают как батарейки а ты закончился сияющий слабым зеленым вроде как еще не закончился надо будет его когда-то перезарядить если да я вижу что это одно и то же если что да я просто просто моя паранойя все нормально я и мая паранойя нас тут только двое вот вы там сидите а нас тут только двое у нас все хорошо так 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 это у нас верстаки получается по это случайно смотрите вот эта штука наверное да это ну грубо говоря сварочный аппарат вот этим вот направляли магическую энергию и оживляли эту груду металла ну логичнее было бы наверное скорее всего что так дайте мне зеленые кристаллы спасибо вы так добры просто теперь я стал ценить зеленые кристаллы прям очень сильно тогда я же говорю а что делают желтые и и синие если зеленые это батарейки и причем я бы мог бы подумать что там например зеленая это батарейка для оружия синие это батарейка для брони и всякое такое но нет вы видите и маска и оружие у нас активизируется зеленым кристаллом это очень интересное кино это конечно все круто но кристаллов то три типа поэтому логично предположить что остальные тоже что-то делают они же не просто так для не вставляется в гнезда они стандартизированы под это все дело то есть тут видимо проходила как это подгонка элементов еще что-нибудь молоточки везде валяются ящичек пустой к сожалению а ты кто я не могу тебя взять и приблизить блин не могу что это такое на столе лежит это ключ я не знаю она не берется не дыркается ничего то есть знаете ребят я бы все-таки хотел бы иметь какой-то способ проходить через двери с тремя лентами тут ну скажем так попадать на четвертый этаж мне так-то она нафиг не надо вот эта дверь абсолютно бесполезно для меня сейчас на данный момент так мы вот здесь вот здесь я вас понял пойдем сюда сначала направо там закрытая территория тут две двери тут две двери тогда сначала сюда в эту комнатку а эта книга а эта книга блин какие заметил вообще не знаю хорошо книга по-видимому это был алхимический трактат содержащий множество рецептов по трансмутации материалов и созданию магических эффектов похоже большая часть его страниц была вырвана страшной спешке то что осталось написано словами которые за пределами вашего понимания большая часть страниц была вырвана зачем зачем это делать вот что мне интересно то есть подумайте если вы хотите унести с собой какие-то знания не проще ли захватить всю книгу и потом уже на месте разбираться что вам надо что не надо если вы хотите уничтожить некоторые знания то опять же сожгите всю книгу зачем вам вырывать страницы разве что у вас не было огня при себе тогда и в этом наверное есть смысл но большинство страй за опять же там написано большая часть страниц вырвана тогда почему бы нельзя было просто если ты забрал большую часть страниц почему бы не прихватить с собой всю книгу целиком на мой взгляд это чуток нелогично хорошо а вот это офигеть не но это гг все посмотрите на эти латы вы посмотрите то есть тупо все больше импульс просто чудовищно гасить будут они нам на на сколько на 6 гасят импульса режущий плюс бесконечность дробящий плюс бесконечность колющий правда не удобство сто пятьсот но блин у нас же вроде есть перк на ношение брони а они еще и с руками смотрите вот в чем прикол да теперь во первых кирасу мы снимаем во вторых поручи наручи вот эта штука явно лучше да чем наручи давну же она дает весь этот эффект и на руки в том числе и теперь мы можем по-человечески надеть вот эти перчатки да они теперь совмещаются вообще шоколадно так покрытие вот эти перчатки и вот эти наручи у нас теперь отходят на второй план потому что но вот эти вот перчи они просто в разы лучше смотрите они тоже до черта импульса гасит у них и режущий и ну на самом деле они просто получше не прям сильно сильно на получше хорошо 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 я доволен это просто офигительно сейчас было то что мы сделали и на плечи а на локотники у нас тоже уходят нас есть на локотники есть наручи и все это у нас заменяется вот этим вот то есть у нас руки теперь защищены точно так же как и торс как и все остальное оп нет что я пошутил ну металлические пластины сзади металлические пластины спереди спереди он целиком из металла сделала интересно сзади под тканью я есть металл или нет к тому же длинная юбка спереди и сзади целиковая это прям хорошо и и на плечники туда же смотрите сколько деталей интерьер у нас по уходила одни руки освободились на на локотники на плечники наручи и перчатки вот это все кираса потому что у нас она же безрукавка супер вот эта бронь к просто очумительная о вот это сейчас прям хорошо было то есть сверху я закрыт довольно качественно к тому же на самый фиговый случай у меня есть где-то вот этот шлем если битва будет происходить где-нибудь в светлом помещении то у меня есть вот этот шлем который на самом деле от режущего то не упал не минуточку вы что вы там говорили режущим максимально 5 до то есть если 5 тоже все нормально таким образом а таким образом он практически такой же покрытие у него такое же у него режущего больше на единичку и покрытие больше на половинку не так-то на самом деле он 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 красивый он очень красивый чертовски красивый я не спорю но по статам он прям не сильно лучше того что мне есть я наверное вы тоже оставлю потому что это вес извините ребят но это вес и он этот вес будет лишний я неплохо сейчас экипирован ну до встречи с ближайшим големом я имею ввиду неплохо а здесь у нас ну здесь по ножи по ножи мне просто не надо потому что у меня хорошие но вот эта бронька это просто вот весь этаж стоил этой броньки сейчас она офигительная ух неплохо неплохо даже прям хорошо я чувствую себя шоколадно так что у нас здесь здесь сундучок как минимум но я думаю что он будет пустой спасибо мои ожидать и менять не обманули шкафчик то у нас тоже пустой это стельки да это стельки обувные ну не стельки обувные типа подложка ботинок рука галемская или даже големская так что у нас здесь погодите комнат должно же было быть а на них и было две раз два все нормально все честно мы оказываемся сейчас в большом зале чувак чувак со щитом кстати со щитом с ними тяжело бороться я не спорю но он вроде как отгребает урон хотя я тоже немножечко отгреб я не могу сказать сколько ему по щиту проходит а сколько по нему ну вот вроде сложился нормально то есть сколько я от него один урон где-то пропустил это вот точно такой же чувак как был со щитом вот он да щит у него ну как с того с которого мы начали нашу серию там точно такой же был перец с топориком и щитом возможно если это какая-то стандартная экипировка и смотрите кстати посмотрите в чем прикол вся броня весь сет его уже ржавый и изношенный а щит выглядит как новый возможно ли это что просто щиты сделаны из другого материала гораздо более терпимого и прочного вот камера для этих големов опять же думаю что вы сюда целиком ложили проходила какая-то обработка или что-то еще что у нас по левелу по левелу смотрите у нас продолжает идти левел вот здесь вот на щитах значит это мы дальше прокачать не сможем знаете мне такое мы же тогда получается полностью прокачаны у нас есть проницательность и концентрация да но у нас нету магии получается нам это не нужно там тогда дан тогда дан тогда дан лимба хорошо да тут кстати смотрите это формочки тут скорее всего делались какие-то детали ну заливался сюда металл и потом заставал над формочки под детали ясно это цех это цех тут был чувачок отсюда мы пришли здесь ничего пойдемте во второй цех тогда посмотрим вот эта серия на самом деле получается гораздо больше муга гораздо более продуктивная чем наши предыдущие две серии шатания по этому храму механической плен но это скелет разрываем с ним тихо просто избиваем его систематически а вот это плохо вот это плохо у него клевец и у меня сразу пол хп минус так клевца уложили скелет оказался более живучим да все тоже уложили хух опасно это клевцов я побаиваюсь потому что вон вы помните как это произошло вот две серии назад чувак просто и гляньте гляньте он мне все равно красного урона нанес вот же свиняка где эта штука была сейчас погодите 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 он не он мне умудрился кроме того что зафигарить пол хп шки так еще и красного урона нанести в куда он его наносил интересно все убрали вроде как а а это же клевец я не ошибаюсь да это клевец мне не показалось это хорошо дружище что у тебя было почему у тебя не было монетки вот видите он тоже он не полностью скелет он какой-то этот недогнивший блин вот это испугался сейчас на самом деле скелет какой-то тугой попался долго его пришлось мучить еще и прибежал чувак с клевцами такой хадыч пол жизни у тебя сразу нету а тут было два прохода руки но тут тоже печки формочки все дела не тут кружок выпечки у них так нет 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 не там не знаю почему то мне с некоторых игр осталась привычка что то бы то карта так вот тут у нас закрытое помещение за маленькая сюда можно зайти осмотреться а вдруг чё интересненькое а тут интересненькое тут сундучок и там а и там опять этот супер шлем латный ну да как бы он хорош но один такой мы уже выложили спасибо сапожки а чё у нас по сапожкам кстати эти хороши от колющего кстати нет наши лучше от ко мне не все да наши сапожки лучше не туда гляну наши сапоги не такой импульс выдерживают но они по остальному хороши а наша бронька кстати да она и выдерживает 6 импульса то есть прям можно нам наверное потому наверное нас клевец ног то я не сбил он снял дофигища просто хпшки но с ног не сбил хотя я не уверен куда пришелся удар если столько ушло то возможно удар просто пришелся по какой-то там то ли по репе прилетела то ли что такое с другой стороны может по репе меня и убило бы к черту кто знает кто знает тут у нас 3 до это проход к боссу это проход к боссу и и тут нету големов кстати ребят смотрите тут нету големов и здесь три ленточки это проход к насколько я понимаю финальному боссу естественно туда сейчас не пойду потому что мне кажется что на этом наша игра и закончится хорошо теперь стоит сходить наверное мы сейчас в этой комнатке да с треугольничком посередине стоит расследовать вот эту локацию уже до конца стоит наверное зайти в эту комнатку уууууууу здрауте треугольный щит но это такой как у меня кстати посмотрите осталось два треугольных щита Один здесь, один с той стороны. И два круглых щита. И вы знаете что? Я думаю, что вот как это все произошло. Хотя с другой стороны. Я хотел сказать, что возможно просто все оружие здесь нафиг сгнило. Остались только эти щиты. Но почему тогда другое оружие на этаже не сгнило. Нет, значит просто люди поставляли здесь щиты, предпочитая брать именно боевое оружие. Они защитные. Вот это, кстати, наверное и был арсенал. Посмотрите сколько здесь полочек. Щиты, конечно, хорошие, не спорю. Но у меня такие уже есть. Здесь вон меч лежит. Молоток, клевец. Молодец. Шлем. Нет, 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 оружие осталось. Нет, это моя догадка была неправильная, что остальное оружие позгнивало. Так, шкафчик пустой. Осматриваем туалетные шкафчики. Шкафчик пустой. Да серьезно, что я третий пустой? Спасибо. Тут у нас лежало двуручное оружие. Тут вон остался до сих пор полекс. Тут лежит клевец. Тут вот второй полекс. А ты кто-то... А, ты просто молоток. Ну, не просто молоток, боевой молот, конечно, но... Молот. Тут ничего. С петом. Тут тоже пылес. Да, вот, в общем, это арсенал. Там валя... Я все понял. Оружие было здесь, а там было... Все-все-все. До меня доперло, наконец-то. Вот эти все полочки, они не подходят под оружие. Это все полочки под щиты были. То есть, ребята сюда забежали, забрали щиты. Туда забежали, забрали оружие. Вот как это все было. Так. Теперь нам... Вроде как вот сюда. И тут у нас... Это великий меч или что это у нас? Да, подвинься ты. Да, это великий меч. Тут у нас кортики. А, это боевые молоты. На самом деле очень неразличимо, как оно все висит. Это не минус игры. Просто я говорю, сделайте чуточку больше зума, и было бы прям хорошо. Тут, возможно, были луки и стрелы. Смотрите, вот это очень похоже на колчаны. Для стрел. Хотя нет, тут вон этот топор. Ну, возможно, здесь были топоры, да. Тут у нас копья. Ну, арсенал, конечно, хоть и разграблен, но все равно осталось... Осталось видно его величие. Ящики пустые. Ну, нет, в ящике есть шлемчик. Шлемчик неплох, но... Но. Так. Хорошо. Хорошо. Мы затарились очень крутой бронькой. Мы затарились хорошим щитом. Посмотрели на цех сборки големов. Посмотрели на арсенал. Так, закройся пока что. Тут у нас были броньки. Ну-ка, давайте в этом ящике что-то хорошее будет. Сапожки. А, в который раз вы мне сапоги предлагаете, да? А эти, кстати, прям получше, чем мои, да? Ну-ка, у меня пять. Ну, тут колющего четыре с половиной, дробящего... Угу. Колющего у этих меньше, дробящего у моих меньше. Режущего у этих больше. У них импульс офигительный, но у них покрытие наполовину к меньшему минуточку. А как они одеваются? И вообще, из какого они сета? А одеваются они, между прочим, неплохо. Прямо на мои поножи, и поножам это не мешает. А почему бы и нет, кстати? Давайте я их поменяю. Раз они не мешают моим поножам, то почему бы и нет? То есть у них на капелечку меньше колющего, на половиночку. Но, по сути, у них лучше дробящий, у них лучше режущий. У них дофига импульса. Покрытие наполовинку поменьше. Ну, потому что они, наверное, не настолько высокие, да, я так понимаю? Ну-ка. Да нет. Может, сзади имеется в виду? Не то. Да тоже нет. Да давайте я их одену, в чем проблема? У меня из старого сета все равно остались только поножи. Я уже все снял, так давайте это поменяем. Я не против. Я их вот здесь оставлю, чтобы, возможно, не забыть про них. Ну, я надеюсь, что это правильное решение. Если что, скажите мне в комментах, правильно поступило или нет. По-моему, эти чуть-чуть получше. Так, тут у нас больше ничего нету. Все. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Арсенал мы обнесли. Что у нас осталось? Что у нас осталось? Мы сейчас... А, мы сейчас даже тут выйти не можем в эту же сторону. Значит, погодите. А, может ему... А, можем, можем, можем. Вот у нас выход в этот коридор. Это не в коридорчик. Это в куда? Стоп, что за место? Комната... Комната с треугольником, да? Вот так она должна быть. Дверь? Дверь. Дверь с глазом. Стоп. Секунду. А, да. Надо... Она была закрыта. Вот мы сейчас в том же коридор... В электрокоридорчике. Короче, будем это назвать электрокоридорчиком. Хорошо, ребят. Что у нас здесь осталось? Вот эту вот часть... Мы всю сегодня исследовали. Тут у нас был цех сборки. И также... Арсенал. Мы его весь забрали. Там есть босс, голем. Это я точно знаю. К нему я пока не пойду. Не уговаривайте. Это, по-моему, будет реально просто конец прохождения. Поэтому я сначала исследую все, потом вернусь к нему. Теперь. Вся оставшаяся карта здесь, насколько я уже понимаю, исследована. Я на всякий случай еще все проверю. Но мы сегодня были с вами вот здесь. Ну, мы начали... Ну, начали вот мы отсюда. Примерно с гробницы. Всю нижнюю часть я стопудово обследовал за те две серии. Всю вот эту часть мы тоже обследовали. Сюда вот мы заходили. Эти места я помню. Вот это все мы обследовали. Сегодня мы с вами занялись вот этой вот частью карты. Примерно полкарты мы обследовали. Забрали точно все, что можно было. Теперь у нас осталось три двери с тремя лентами. Первая это вот здесь босс. Вторая это вот здесь проход на четвертую локацию. И третья вот здесь. И, в общем-то, к чему это все? У нас остался вот этот вот кусочек не исследованный. Единственный и последний. Но туда придется прорываться с боем. Я думаю, что, наверное, все-таки попробую провернуть это в следующей серии. Потому что без этого... Или же, наоборот, оставлю вот этот вот кусочек. Мне просто намекнули, что там лежит какая-то легендарка очень крутая. Я хочу ее получить. И мне интересно, насколько сильно я сейчас буду отгребать от големов. Убить-то я его, наверное, точно не смогу. Тем более двоих. Но насколько сильно я буду от них отлетать, насколько сильно они меня будут калечить. В крайнем случае, если я проберусь, и они от меня отвяжутся, возможно, я воспользуюсь маской, побегаю внутри, потом попробую от них убежать. Больше противников на этаже не осталось. То есть, по идее, я могу просто спокойно потом щемать от них, и все. Главное пробраться туда внутрь, чтобы они не попали за мной. Вот что я хочу. Значит, давайте, наверное, до следующего раза я подумаю, заходить ли мне сюда или нет. Здесь вроде как должно быть что-то очень интересное. В общем, осталось вот этот кусочек, и остался босс. К боссу я пока не иду стопудово. Вот насчет этого кусочка мы думаем. И на этом локация будет у нас закрыта. Я, кстати, так и не нашел хилку на этом этаже. Возможно, она там. А возможно... Здесь вместо хилки подразумевается маска. Уж не знаю. Но пока маска спасает, если что. Вот. Все, ребятушки. На этом у нас пока все. Серия затянулась. Просто чудовищно. Извините, если что. Но я не хочу ничего вырезать. Вроде сегодня было интересно. Поэтому сегодня мы заканчиваем на вот этом вот месте чудесном. С вот этими вот ребятами, чтобы их Кондратья хватило. Вот. И в следующий раз мы с вами уже продолжим или до конца деследовать тот кусочек этажа. Или же, если я решу, что мне туда пока не надо, то я, наверное, пойду дальше. Хотя, честно говоря, я думаю, что мне туда надо. Я хочу тут артефакт. Все, ребятки. На этом все. Всем удачи. Всем добра. Бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok